Добрый день всем любителям Рафкрафта! Вас приветствует Alex007 и добро пожаловать в очередной эпизод рубрики номер один нашего канала! Герой номер один, PsyStorm Gaming, Раф, он же Джесси Холл, появился слева внизу на карте Oxide. И вас ждет очередная подборка игр с участием этого мега таланта и любимого персонажа на нашем канале. Устраивайтесь поудобнее! Вызов Рафу бросает Hero Carrier! Героический каррер! Прекрасный никнейм от синего протаса, появившегося в правом верхнем углу. Этот парень не понаслышке знаком с Рафом, поэтому первое что он делает, он проводит разведку и пытается понять, что же мог задумать этот коварный теран. А коварный теран задумал постановку Прокси Фэктори. Завод ставится прямо рядом с главной базой протаса и нечто подобное мы ранее уже видели в предыдущих эпизодах рубрики Рафкрафт. Да, это перелет. Факты на мейн к протасу. И это попытка вот так вот нагло на протасовской базе построить парочку мин. Но продолжение тут довольно оригинальное. Дома у Рафа делаются мародеры со стимпаком и да, естественно делается армори для того, чтобы закопанные мины получали невидимость. И протасу нужна была детекция для того, чтобы с этими минами справиться. Но отмечаем, что протас играет очень интересно через раннего адепта и сентрии, которые дадут возможность получить разведку. Ну и самое главное роботикс, который даст возможность получить детекцию. Так что в принципе планом Рафа здесь будет неплохое противодействие со стороны протаса. Ну и реакцию протаса тоже на уровне. Мина закопалась, тут же подставлена пробка и пробка спасена. Ноль фрагов у мины. Прекрасное начало от хиро-кэрриера. Очень четкая оборона от этой мины, которая в итоге не принесла Рафу абсолютно ничего. Но Раф, как мы видим, действительно продолжает просто строить дома мародеров со стимпаком. А здесь мы видим, что делается еще одна мина. Это пыталась переползти, но протас даже потратил форсфил для того, чтобы она не могла заползти на натурал. Раф, естественно, пытается разводить на два фронта. Хиро-кэрриер понимает, что сейчас можно попробовать забрать эту мину. Это закапывается в минеральной линии, но сколько она заберет? Она забирает пять пробок. Ну ладно, на самом деле, это неплохой результат, который хиро-кэрриер, конечно, мог бы и улучшить для себя. Ну и хиро-кэрриеру кажется, что, в принципе, ладно, что, все в полном порядке. Правильно, админ он уже отбился, обсервер у него есть. Но здесь готова техническая лаборатория, и Раф точно так же, как против протасов, которые идут, например, в Проксиву и Дреев, просто нагло заказывает на мэне протаса Тора. Но здесь протас не идет ни в каких Проксиву и Дреев, он сидит на своей базе, и прямо на его базе делается Тор. Это какая-то вопиющая наглость. Фэктория должна быть уничтожена своевременно, но Раф бросает Мула прямо на эту факту, для того, чтобы успеть ее починить, для того, чтобы из нее успел выйти Тор. И более того, сюда же мчатся четыре мародера на Медиваке, а мы помним, что у них есть стимпак. Итого, билд Рафа подразумевает Проксив Фэктория в производство мин, в производство Тора. Прямо на мэне соперника, да еще и в подлетающих четырех мародеров со стимпаком. Что за билдортер, что за дикая стратегия. Медивак сейчас пытается отвезти мародеров куда подальше, но здесь выходит Тор, который начинает раздавать всем этим юнитам Протаса. Мародеры вкалывают стимпак, и у Протаса начинаются огромные проблемы. Он выводит сталкера, выводит пробок, для того, чтобы как-то справиться со всем этим кошмаром. Делает Доварпа прямо на поле боя. Мародеры очень круто здесь работают. Пробок теряется гигантское количество, но Тор, Тор сейчас может быть уничтожен просто пробками на девяти хп. Он выживает, подбирает его Раф, а здесь заказывается еще мина. Следом Раф и близко не останавливается. Но, естественно, мародеры уже слишком биты, и Тор улетает немного дальше. Выживает он от девяти хп, успевает появиться новая мина. Раф бросает скан, чтобы уничтожить Апсервера. И забирает Апсервера. Протас хотя бы делает так, чтобы сплэшем не погибли его собственные рабочие. Ну, а что касается Тора, то Раф просто увозит его домой. Итого, по истечении этого кровопролитнейшего сражения, на мейне протаса остаются минка и техническая лаборатория. Но, в принципе, как только появится Апсервер, Хиро Керрер с ними разберется. По рабочим 28 на 25, но у Рафа готов второй командный центр. В принципе, можно сказать, что ситуация более-менее равная. Единственное, что Терну, конечно, сейчас придется много денег потратить на вычинку этого Тора. И надо понимать, что особо-то больше юнитов на карте у Терна нет. У него все, что есть, это вот Тора и Медивак. Но они полетели во второй рейд. Следующая порция Хараса от Рафа. Еще один чемодан летит на базы протаса. Протас, на мой взгляд, вполне логично рассуждает, что, в принципе, ему сейчас ничего не страшно. Он может спокойно выходить на третий Нексус. И бустить иммортала чисто для того, чтобы как раз было какое-то противоядие, да, вот, к этому Тору. Если он прилетит еще раз, протас избавился от камней под его базами, которые вроде не сильно мешали, ну, мало ли. Ну и сейчас избавляется от этой технической лаборатории. Вот как раз прилетает Тор, начинается дуэль Тора и иммортала. В этой дуэли, конечно, Тор может победить, но не допустил финального размена протас. У Тора очень мало ХП, 2 ХП остается у Тора, и Раф подбирает его в последний момент. И снова просто летит домой. Также мы видим, что дома у Рафа просто активно клепаются мародеры. Им не делается конкассив шелс, делаются вместо этого щиты морпехом. На самом деле Раф как-то плохо производит рабочих. Еще и здесь неудачно он отправил рабов на добычу, из-за чего, видите, часть его экономики не работает. И у протаса уже достаточно большое преимущество образуется. 70 лимита на 54. Протас, опять-таки, от всех этих штучек Рафа отбился. Тут он отбивается еще от дропа, от медивака с мародерами. И в этот же момент еще пытается контратаковать тремя адептами. И почему именно три адепта? Потому что это то количество, которое с одного удара убивает рабочего. Поэтому Hero Carrier играет предельно логично. Раф еще добавляет либератора, продолжает строить пехоту. Тут уже пошел упор именно на морпехов, но конкассив шелс для мародеров тоже готов. Да, этот медивак с мародерами возвращается домой. Полетел харасить либератором Рафа и летит на еще один заход Тором. Этот Тор просто какой-то геройский юнит у Рафа. 14 фрагов у Тора уже, между прочим. Вот еще одну пробку подобрал. Сейчас еще тут с кем-то повоюет. И он отвлекает, отвлекает Протоса. Там, кстати, Сталкеры 2 выживает на 4 хп. Еще, походу, минус Зила. А Тор вновь улетает на красный хп. А либератор в это время раскладывается на третьей базой, пока Протос отвлекался на Тора. Вот так вот Раф продолжает харасить, и Тор приносит пользу даже тем, что он просто отвлекает на себя юнитов Протоса и забирает либератор несколько пробок и добычу на третьей базе. Тор возвращается вновь домой. Знаете, на что это похоже? Вот Тор это такой работник, знаете, какого-то завода или шахты. Вот он каждое утро идет на работу, такой свеженький, вымытый, счастливый. И возвращается домой просто измочаленный. Спустя какое-то время прям вот натурально кровь, кишки из него лезут. Но он идет и идет и идет на работу. Респект. Респект таким мужикам. Респект этому Тору в этом медиваке, потому что теперь Тор возглавляет наступление Рафа. Раф уже очень далеко позади по экономике. Не очень хорошо у него экономика работала. Все это время Тос раскачал три базы. У Тоса готовый плюс один на армор и чардж. Ну, армор почти доделан. Там еще немного времени нужно Хиро Керриеру. Хотя не факт, что это время у него будет. И здесь батареек нет. Тор врывается в первых рядах. Прям пытается он спровоцировать армию Протаса на себя. Но тут же садится обратно в медивак, как только по нему кто-то стреляет. Тор был на красный ХП. Пытался фокуснуть его имморталами Хиро Керриер. Но ничего не получилось. Тор продолжает возглавлять это пехотное наступление. И похоже, что Протас элементарно проиграет прямо здесь и сейчас. А чем ему отбиваться? Он теряет... Опа! Стоп-стоп-стоп! Здесь контратака тремя адептами. Да, те самые три адепта, о которых мы говорили. Окей, это удар по экономике Рафа. Протас тоже потерял огромное количество пробок. Но и Раф сейчас теряет абсолютно всю добычу у себя на второй базе. Все рабочие Рафа были потеряны. Так что 44 на 22. У Протаса все еще в два раза лучшая экономика. А у Тирана горстка пехоты. И, конечно же, Тор. Тор, который снова летит вперед. Снова начинает лупить по этим сталкерам и зилатам. Еще один стимпак пехоте Рафа. У нее плюс один на атаку. У Протаса плюс один на армор. Тор, высаживайся. Вперед. В бой. Еще фраг для Тора. 25 убийств у него. Пехота вместе с Тором продолжает тут просто нашпиговывать этих сталкеров и зилатов. Пошли в бой пробки. Они не могут долгом помочь. Правда, еще один иммортал появляется. Есть еще один даварп зилатов. Хиро Кэррер каким-то чудом, но, по-моему, отбивается, потому что здесь иммортал уже расстрелял мародеров. Там остались только морпехи. Ну и остается Тор. Тор, с которым непонятно, что вообще может сделать Протас, потому что есть медивак, который не позволяет этому Тору умереть. Медивак оказывается уже на мейне Протаса. Протас, смотрите, что делает. У него куча газа. Он варпой темплеров превращает их в вархонов. Ну а Раф в итоге отступает с чести. У него уже 64 лимита на 46. И 21 рабочий на 26 с учетом даблмулов. Понятно, что это преимущество Терна по добыче. Но вот что не очень хорошо для Терна, конечно, так это архоны. Потому что архоны, ребята, очень жесткие против пехоты, когда у Терна нет гостов. Может быть, самое время поставить гостакадемию и получить там ЕМП с ядерными ударами, да. Но пока не похоже на то, чтобы у Рафа были такие мысли и такие возможности. И еще архоны, слушайте. Прям какая-то бригада. Сколько ж этих архонов будет у Хиро Керрера? Ну, вроде весь свой запас по газу он потратил. Но все равно, слушайте, 4 архона это очень жестко. Сейчас посмотрим, но... Ой. Это как? Раф! Это твой саплай! Недавно мы видели одного прогеймера Протаса, который убивал собственных рабочих. Может быть, Раф изобрел новую стратегию убивать собственные саплай. Но мне пока непонятна эта стратегия. Да, здесь еще один архон. Появится у Хиро Керрера. И на самом деле у Хиро Керрера 3-4 пробки, которые идеально качают имеющиеся кристаллы. Так что у него экономика нормальная. Мы видим сейчас по инкому очень сильно впереди Протас. Снова архон. В первых рядах у него уже 34 убийства. И он продолжает возглавлять это наступление терра на архон. Подбирает его Раф. Раф своих не бросает. Но, слушайте, пробить всех этих архонов реально тяжело. Хватает Раф откровенно ЕМП. Не хватает, не знаю, может быть, либераторов, кстати, которые тоже эффективны против архонов. Но, с другой стороны, Раф может удовлетвориться тем, что у соперника сейчас не третьей базы. Игра идет 2 в 2. Раф бросает скан. Ну, куда вообще, что он сканит? Он сканит на Туралу, смотрит армию соперника. Видит там большое количество сентрей. Кстати, что касается сентрей, то Тор ведь тоже в состоянии давить форсвилды от них. Да, понятно, что форсвилды, пока в армии терна есть Тор, это не панацея. Ну что, еще один раунд от Тора, и он возвращается домой. Ну, уже не все так весело у Рафа, потому что, опять-таки, эти архоны пули непробиваемые. Я не понимаю, почему у Рафа до сих пор нет госакадемии. Здесь очень много архонов, здесь очень много дальше форсвилдов, против которых есть только Тор. Тор и архонам нормально раздает, но по Тору, допустим, жестко бьет иммортал. Протас сейчас уже сам может планировать наступление, тем более, что, кстати, здесь доделывается плюс 2 на армор. Это очень серьезно. Да, можно попробовать восстановить третий Нексус, это тоже вариант. Но и Раф идет на третий командный центр. Что-то вообще происходит. Раф... Что? Раф начинает заказывать риперов и рейвенов. Да, ну это интересно, но есть, короче, проблема, что риперы все равно не убивают архонов. А что делают архоны с пехотой при наличии форсвилдов, вы, в принципе, можете увидеть прямо сейчас. Архоны только что просто размазали эту пехоту и... С учетом того, что... Подождите, темплар архивы... А, темплар архивы были потеряны, поэтому так много сентрии варпалось. Но здесь внезапно снова появился Тор. Появился Тор на майне у Протаса. Здесь войско Терна просто погибает. А Тор зато как раздает Тор! Одного сталкера за другим выбивает и снова выживает на красный ХП. Просто фантастика. Третьей локации достроили у себя обоих игроков. 34 на 27. Позади здесь. Раф будет, как только нормально заработает третий Нексус. Как только сможет Херокеррер реализовать полноценно свои три базы. А что вообще Раф делает? Че за фигня? Че-то замаз риперы против архонов. Есть какое-то понимание у вас, господа? У меня вообще никакого понимания нет. Но это же откровенно бред. Риперы, они ничем от морпехов не отличаются в плане борьбы с арахонами. Кроме того, что у них стимпака нет и взрывного урона меньше. Здесь хороший дроп от пехоты Рафа. Можно, кстати, выбить форжу, в которой аж плюс три на армор делается. Риперы против архонов. Да, окей, будет антиарморная ракета. И я в курсе, если что, ребят, что антиарморная ракета еще на щиты действует. Да-да-да, я слышал. Ну, хорошо-хорошо, давайте посмотрим. Окей, окей. Это же Раф. Он же может гелионами убивать сталкеров, значит, он риперами убьет архонов, да? Нет. Ну, это вообще... Даже не смешно. Тор, нет! Тор погиб. Ребят, пишите в комментах, сколько у него фрагов было перед смертью. Я не успел. Минус орбитальная станция, Раф. Хватит игры заливать. Ну, что за бред, реально? Раф просто эту игру заливает сейчас каким-то дурацким переходом в риперов и рейвенов. Контратака. Ну, окей, предположим, но... Все еще непонятно, как убивать архонов, если что. Сейчас, мне кажется, огромное преимущество на стороне протаса. Он сохранил всех своих рабочих. У него 32 раба на... Сейчас посчитаем, сколько. На 3! И теперь надо просто уйти домой реколом. И да-да-да, абсолютно спокойно уйти домой реколом. И повоевать под шилд-бетри оверчарджем против этих архонов, естественно. Удачи риперами расконтролить архонов. Матрицы прерывания! Что? Он реально выключил этих архонов. И пока архоны выключены, он просто подлетел, фокуснул батарейку. Что он сделал? Вот это читы реально. Что? Матрица прерывания. Вроде как мы привыкли, что она работает только на технику. Но она реально работает и на архонов тоже. Он выключил рейвенами архонов. Вместо бессмысленных автотуреток, антиарморных ракет и прочей фигни. Он выключил рейвенами архонов. Подлетел, фокуснул батарейку. И выиграл игру переходом из пехоты в масс риперов. Такого я не то, что не видел никогда. Предположить даже не мог. Но Раф продолжает расширять границы нашего старкрафтерского сознания. Игра номер два. Мы отправляемся на Pillars of Gold. И здесь, в левом нижнем углу, месье Рафа. В правом верхнем зерк LTK Speed. Вот такой у него простой никнейм. Главное, чтобы он не спал в самые ключевые моменты игры против Рафа. А то знаем мы игроков, которые засыпают, когда на них бросают ядерный удар. Прозвучало как селфован. Ну ладно. Короче, что делает Раф? Дебют в фэкторе, перелетающую на реактор, построенный бараком. Ничего экстраординарного. Будут быстрые гелионы от Рафа. Знаем такие билды. И когда готовился к шоу-матчу против Рафа, то вот к таким билдам тоже старался подготовиться максимально. Ну, посмотрим, куда это все нас приведет. Пока мы видим, что гелиончики медленно, но верно проезжают на базу Спита. И у Спита, кстати, чё, вообще ничего нет. Да, он просто прохалявил. Просто прохалявил на первых собаках. Ну, что тут скажешь. Против Рафа, конечно, вот сейчас бы дронов построить вслепую, ничего не делая и никак не разведывая. Вы видите, как вообще у товарища оверлорда летает. Ну, нормально. Я ж зерк. Мне ж можно. Думает, спит. Он ведь оверлордами летит очень осторожно, чтобы их не перехватили никакие марики и госты. Но в этом тоже есть свой смысл на самом деле. То есть, действительно, как минимум оверлордов зерк не потерял. Дальше у Рафа армори уже готова. И он продолжает строить гелионов. То есть, видимо, будет какой-то хелбат пуш. Или это просто армори для... Да ладно, армори может быть для чего угодно. Для того, чтобы заказать торов. Для того, чтобы построить какие-то левые минки, чтобы они получили возможность оставаться невидимыми после того, как взорвутся. Для того, чтобы заказать грейд плюс один на атаку земле, воздуху, армор. Сейчас бы реально сидеть, комментировать игры Рафа и говорить, что ну понятно, для чего армори. Понятно, конечно, понятно. Понятно, во что играет Раф в каждой первой игре. Просто почему-то соперники не понимают иногда. А так-то все понятно, когда вот особенно... Если реплеи смотришь, прям со стороны вообще все понятно. У Зерга только заказан Роучворон и этот тайминг для него неприятен. Пуш с хелбатами сейчас может очень большой урон нанести и спиду. Спид аккуратно отступает, кайтит королевами. Кстати, дроны нормально так проехали сквозь строй хелбатов. Вообще целый невредимый. Вообще спид, кстати, очень неплохо контролит. Он хелбатов по одному фокуснул и даже почти добил этого. На трех кп он выжил. И дронов именно на хелбатах, пока зерг абсолютно не терял. Выбежали уже зерглинги и все. Отбито. Нужно даже плетки отменять на самом деле. Спид, видимо, немного опасается, что атака будет продолжена. Тем не менее, он отбился реально круто. Приезжают еще гелионы, но их встречают плетки. Их встречают Роуч и Линги. Раф тут ничего не добивается. 66 лимита на 36. Это вообще неприятная история для Терана. Ну, ладно, мы знаем, во что дальше будет переходить Раф. Два старпорта. Три старпорта. И ставится фьюжн-кор. Дальше батлкрузеры. Но проблема в том, что шпиль чуть ли не раньше фьюжн-кора поставлен. Поэтому, знаете, нет какого-то ощущения, что для зерка переход в батлкрузеров станет чем-то головокружительным. Невероятно сенсационным. Даже несмотря на то, что зерк разведку особо дальше не проводит. Нормальные такие две мины. Ну да, мне кажется, что зерк просто слишком хорошо понимает, как играет Раф. Поэтому он, несмотря на то, что не разведывает, все равно очень четко, в принципе, играет. И, ребят, я не удивлюсь, если муталистков не будет, пойдут сразу в слепую караптеры, честно говоря. Явно видно, парень... Примерно как я готовился к Рафу, так же спид готовился к этой ландерной игре. Он эверлордами уже разливает крип на третьих базах, понимая, что Раф их возьмет довольно поздно. Ну а здесь что? Здесь делаются два батлкрузера, и даже сейчас третий будет заказан. Реально, три старпорта батлы из двух баз. Но, опять же, тут уже готов шпиль. Ну что, мута или караптеры? Давайте, давайте. Что будет заказано зергам? У зерка 56 дронов, полный порядок, он сразу заказывает свой, плюс один на атаку. У Рафа плюс один на атаку. Да, тупо вслепую караптеры, чувак! Вообще, все нормально? Все нормально? Ничего, что там... Там могут быть пять факторок, и Раф может просто строить торовый танк, и у него и такой билд есть. Зерку просто пофиг. Ну что, я не хочу, конечно, каждый раз, когда я вижу какую-то такую ерунду кричать про мопхак, но мне кажется, это вообще просто неписуемо офигевший зерк. Ну, в смысле, он просто берет и строит караптеров, когда он даже не подтвердил информацию о том, что там есть хотя бы один старпорт, ребят. Ладно, ладно, хорошо, окей, пусть предположим. Максимально дальновидный опытный зерк, который наиграл с Рафом 3 миллиона игр, рассмотрел там 7 миллиардов разных вселенных, и что в них происходит, и точно понял, что, ну вот, оно, оно. Три батлкрузера направляются в атаку. Смотрите на них. Неотвратимая мощь крейсеров Терановского флота надвигается на зерга, но зергу вообще по барабану, потому что королевы есть, караптеры есть, все на свете у него есть. Королев, кстати, довольно много, целых 8, тоже интересно. 8 королев и 6 караптеров. Ну ладно, теперь уже зерк, конечно, видел батлкрузеров. О-о-о-о! Ну, у Рафа есть интересная задумочка. Помните? Помните, он тоже устраивал такие ловушки с минами, с апгрейдом на скорость закопки. Так, оп! Аккуратненько закопались, выманили на себя караптеров, и потом четко взорвались. Ну, зерк какой-то просто тертый калач. Ребята, этот зерк, он... Он успел оверлордом спалить эти мины, никуда он на пофиг караптерами не летит. Подошел королевами, заказал оверсиров, у тех есть грейд на скорость. Сейчас еще наверняка пойдет вперед какими-то роучами или королевами, чтобы потанковать. Тут прям все схвачено у товарища. Как он... Он прям знает, где были эти мины. Что это такое? А сейчас, а сейчас, а сейчас нет. Ладно, не знает все, не знает. Хотя, кстати, он прикольно сыграл. Он в итоге подставил только часть караптера в одну группу. Ну да, на самом деле зерк все прикольно сделал. Сейчас он просто не дает этим минам спокойно уйти. Ну что, Раф телепортируется домой. Он потерял одного батла. Второй там едва выжил на красный хп. У Рафа только перелетает третий командный центр. У Спита четыре хаты есть, которые он может дальше спокойно раскачивать. В итоге ни одна мина не ушла. И это максимально грустная ситуация для Терана. 144 лимита на 104. Ну, нагнетать сильно не будем. Да, опять же, это что-то прям безвыходная, страшная, ужасная ситуация. Тем более, зерк в любой момент может подставиться под мины, да. Но, откровенно говоря, да, вообще дело швах. То есть, если бы я сейчас был на месте вот этого двухбазового Терана, ну... Я бы чувствовал себя весьма некомфортно, чего уж там греха таить. Интересно, что Раф, бросив скан сюда, может слышать звуки происходящего здесь, за пределами его области вижена. Человек слышит дальше, чем видит. У кого-то есть вообще такая информация? С точки зрения биологии, насколько это корректно? Мне кажется, это какая-то ерунда. Потому что видеть можно раз в 20, в 100 дальше, чем слышать. Ну, видите, у нас тут немного другие расклады. Так, Раф снова готовит суперловушку. Ну, всё, всё, я уверен. Вот эти, знаете, прожжённые зрители моего канала, которые видели всё, все ролики, посмотрели от начала до конца, всё, знаете, вот до дырок прям засмотрено, говорят, хе-хе, я уже знаю, что произойдёт в этой игре. Смотрите, видео называется «Комбэч как Раф», правильно? Значит, Раф не проиграет. А как может Раф выиграть? Раф и так вот закопает мины, рано или поздно Зерк на них тупо попадётся, и Алекс будет кричать «О, какой Раф гениальный, как он эти мины закопал». Да-да, ну признаетесь, я тупо прочитал вас. Я тупо вот, вот, бэм! Прочитал вообще, как открытую книгу. Проблема этого способа чтения только в том, что Зерк категорически отказывается умирать на минках, ребят. Попробуйте придумать другой способ. Как вот вообще, что может произойти в этой игре? Выиграет ли Раф, и если выиграет, то как? Ну ладно-ладно, есть ещё, ещё более опытные зрители, которые ещё в Старкрафте шарят. Они, ну, сидят там где-то в топе Мастерлиги, и они скажут «Так, а что этот ваш Раф может сделать?» Ну, ну, да, походу, сколько шпилей на карте? Два, да, и на разных базах. Ага, наверное, он бросит два скана. И половиной батлов телепортируется на один шпиль, а половиной на другой, да? Нет, он просто тупо телепортируется на какую-то одну базу, после чего всех его батлкрузеров должны к чёрту уничтожить эти караптеры. Пока план такой, ребят, если что. План на камбэк примерно такой. Все батлы умирают. Чекайте. А, а, а вот и мины, кстати, а вот и мины. О, да, да, как же, как же, как же Раф тут всё задумал. Мы были правы, кричат сейчас пацаны в чатике виртуальном, но нет, ребят. Видите, всё равно батлы что-то разлетаются. Всё равно 150 лимита на 110. Обидно-то как, а? Да, ещё линги с Аверсиром прибежали. Вот этот зерк какой-то прям... Ну всё, 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 всё. Не получилось, не срослась идея, как обычно, гениальная. Телепортировался, как будто суициднуть батлов. В это время аккуратненько подполз минами, но, видите, зерк прям... Ух, какой чёткий. Всё схватил. Ой, ну что делать? Новых батлов придётся строить. Ещё три батла в заказе. Барак ставится. А, третий вариант камбэка, проверяйте. Проверяйте, тоже кто-то написал в комментариях или подумал. Хорошо, хорошо, хорошо. Знаете, к чему подводит Алекс? К тому, что Раф сейчас построит Гаста и бросит ядерный удар, который уничтожит всю армию зерга. И будет кричать, о господи, как этот Раф гениален, но мы-то знаем, что это просто тупой зерк. Не смог увидеть красную точку от ядерного удара. Всё, я думаю, я перебрал все варианты. Все варианты. Ну, признайте, больше вы ничего не придумали, кроме того, что я озвучил. Ну, ничего, ну невозможно всё. А, ну или Раф просто проиграет. Это, кстати, вариант, который тоже можно рассмотреть. Да, 190 лимита на 115 тем временем. Хорошо, давайте представим. Чудесным образом Раф телепортируется и убивает оба шпиля. На карте 20 карапторов с плюс 2 на атаку, если что. Просто держу в курсе. 20 карапторов с плюс 2 на атаку. А у Батлов тоже плюс 2 на атаку, да, это правда. 200 лимита на 117. 200 лимита на 117. Ребят, я уверен, если эту игру вот возобновить и предложить сыграть за Рафа там условно братку или... или, я не знаю, ну даже какому-то прям топовому-топовому европейскому терну, то очень мало шансов объективно. Ну, тут без шуток. На 4 базу вообще никак не выйти. ЦЦ был потерян. Там, конечно, делается ещё один. Но танков вообще нет. А там Роучи, куча собак, бейлингов, реведжеров. По воздуху 4 батла на 20 карапторов. Да... Ситуация, конечно, неприятная. Ну, Раф строит там какой-то первый танк. Там каких-то Торов заказывает. Пытается получить ещё один командный центр. Зерк там уже Крип дотягивает до... далёких разных мест. Продолжает оверлордами контролировать карту, чтобы Протас... Ой, Протас Терн не выходил на новые базы. Третий Эволюшн ставит, видимо, чтобы, знаете, одним махом заказать грейды 3-3-1 или там что-то в этом духе. Здесь даже наломиться уже попытался Зерк, чтобы закончить игру. Но как-то там отбивается Раф. У Рафа появился Рейвен. Это юнит, имеющий всякие разные возможности для камбэка, как мы уже увидели в предыдущей игре. Так, ну а тут куда-то полетели в угол 4 батлкрузера. В это же время полетел вперёд командный центр. Ну, реакция Зерка очевидна. Батлы полетели, надо их убивать, правильно? Правильно. Заказаны, кстати, в шпилях апгрейды 3-3 на Караптеров. Чтобы точно вообще без аутов. Да, Караптеры с 2-2, Батлы с 2-1. И Караптеры потенциально будут с 3-3. Кстати, как-то затормозил Зерк. Потерял он в итоге хату. Зерк идёт выбивать оппоненту 4-ю базу. Раф просто суицидится куда-сюда. И он уничтожает Роуч Ворен. После этого уничтожает шпиль, но мы знаем, что у Зерка есть ещё один. Так что уничтожение шпиля — это прохладная история. Тем не менее, Раф летит. И он хочет выбить именно пул. Окей. Ну и всё, и Батлы сейчас будут потеряны. Шпиль всё ещё остаётся у Зерка. Ну стоп, стоп, стоп. Раф уничтожил Роуч Ворен. И он внезапно срывает всех рабочих и идёт в атаку. Он уничтожил Зергу Роуч Ворен. И он идёт в атаку с кучей рабочих. Зерг вынужден срочно кого-то заказывать. И он забивает лимит с вармхостами. Он дозаказывается именно хостами. У Рафа два танка всего. Но есть куча Торов, которых чинят здесь 15 рабочих. Карапторы налетают и выбивают там просто всё, что было по воздуху. Однако по воздуху-то больше ничего нет. Есть Торы по земле. Свармхосты выпускают локостов. Но у Торов автопочинка от ССВ. Бейлинги взрывают Торов. Но это тоже не самый эффективный вариант. Раф расплетил Торов. Он продолжает просто Торами идти вперёд. Зерг только сейчас получает возможность заказать новых Роучей. Ну ладно, ладно. Не драматизируем. У Зерка ещё куча ресурсов. Тем не менее, как бы... Ой-ой-ой, а Роуч Ворон-то здесь? Ээээ, неприятно. Неприятно. Сейчас Зерг снова потеряет Роуч Ворон. Зерг успел да заказать сколько-то Роучей, но это очень мало. Итого, лимит Зерка сейчас это куча Карапторов, Свармхосты и Зерглинги. При этом у Зерка как бы куча лимита, но это лимит очень бесполезный, бестолковый против Мастора. Эээ... Да, можно было бы попробовать сейчас инвестировать в Грейтер Спайр, но это тоже не вариант, потому что там Масторы. Тут по-хорошему нужны были бы какие-то гидролизские люркеры, но Гидроден тоже не поставить из-за уничтоженного... Эээ... Нет, стоп. Есть, есть... Хайв, поэтому можно было бы поставить Гидроден, а потом Люркерден. Но, видимо, это слишком долго. И в итоге просто начинает здесь сражение Зерк. У него в воздухе куча бесполезных Карапторов. Эээ... Ребята. Вы понимаете, что Раф выиграл игру тем, что он заснайпил Роуч Ворон и Пул! Зерк не мог строить Роучей, Реведжеров, Зерглингов, и он в панике просто стал заказывать свармхостов, которые сейчас ему помочь вообще никак не могут. При этом дай Раф Зергу еще буквально 40 секунд, тот бы восстановил Роуч Ворон, и у него вообще все было бы в порядке. Зерк сейчас пытается всей своей армадой бейлингов, зерглингов, локустов и Карапторов наломиться. Но Карапторы бесполезны. Зерк так перестраховывался против батлкрузеров, что Карапторов у него по-прежнему тонна, а кроме них особо ничего нет. Да, и у Рафа все еще меньше лимита, у него всю игру меньше лимита, и у Зерка все еще есть базы. Но снова нет нормальных технологий, он снова теряет все производящие здания. Че, мотолисков против Тора встроить? Вон еще даже есть какая база в правом нижнем углу, но Раф ее замечает и едет туда гелионами, и эту базу он тоже вынесет. У Зерка есть ресурсы, но он их реально не может потратить, у него сейчас нет Роуч Ворона, у него пула нет, у него ничего нет, кроме шпиля, все. Он не может построить даже сейчас ни одно технологичное здание, потому что у него нет лейера, нет пула, чтобы заказать лейер, он может только слить ресурсы на муту, и это будет бесполезно. И в итоге Зерк даже выходит на равных лимитах. Игру выиграло решение телепортироваться батлами и суициднуться ими, а Броуч Вороны пул. И все, и Зерк умирает богатым. Да, ребят, вот такие камбэки, и это до дорогого стоит. После весьма невысокого темпа макроигра, который был у нас в предыдущем ТВЗ, и отчасти в ТВП, мы сразу форсируем событие в битве двух терранов. Петти Мак не собирается церемониться с Рафом, он едет ставить два прокси-барака. Раз и два. Два прокси-барака на карте Десаура, Раф, синий терран в левом верхнем углу. Петти Мак, красный терран в правом нижнем. Такая стратегия может увенчаться игрой в масс риперов, скорее всего, но вполне возможно, что у Петти Мак будут какие-то свои заготовки. Что касается Рафа, то, как правило, он от масс риперов отбивается довольно уверенно. За счет чего? За счет того, что он просто играет в ранних мародеров. Ранние мародеры против риперов, это, в общем-то, идеальный билд. Знаете, я сам эти билды Рафа тоже перенял, и меня активно пользуюсь. Но, ого, похоже, что Раф именно в этой игре решил почему-то действовать по-другому. Он заказывает раннего морпеха. Это проблема, потому что Петти Мак, кстати, из той же команды ЛТК, обратите внимание. Да, этот парень уже заказывает риперов. Мне кажется, клан ЛТК просто хорошо знаком с Рафом. Поэтому они пытаются играть какие-то контр-билды, контр-стратегии, там, слепую караптеров против батлов. Ну, теперь зерги против Рафа будут знать, что им нужны минимум два шпиля, минимум три роучворна и четыре спаун-пула и два хайва для того, чтобы точно не проиграть. И еще, на всякий случай, гидроден, люркерден в запасе где-то в прокси. Ну да ладно, сейчас мы о тернах, и тут у Рафа вообще-то ситуация, ну, мягко говоря, проблемная, потому что вот есть два рипера, и вот есть два морпеха. И как бы два морпеха против двух риперов, говорят, не очень хорошо себя чувствуют. Вот, кстати, иллюстрация, если вам интересно было, как там у них. Соотношение сил. Риперы без потери. Убили одного морпеха, отступили. Есть потери по хп, но, понятное дело, риперы отрегенятся. Здесь строится командный центр, так просто он не достроится. Раф перелетает фактой на реактор, нужно будет немного подождать, пока достроятся гелионы, но не без потерь. Все это будет для Рафа, потому что риперы уже на мейне. Прыжок на мейне, минус морпех. Да, и теперь просто можно расстреливать рабочих этими четырьмя гелионами. Ну и, кстати, четырьмя риперами, в смысле, а когда появятся гелионы, то четыре рипера вообще могут и против них нормально повоевать. Вот, и появляются гелионы. Предпочитает просто уйти Петти Мак. Продолжает он подстраивать риперов. Ну, как только у Рафа будут четыре гелиона, конечно, там уже будет немного другой разговор. Там сразу пойдет сражение в пользу синего террена, в пользу террена у которого гелионы. Пока четыре рипера на два гелиона, то может Петти Мак действовать довольно смело. Еще риперы подъезжают, но хорошие выстрелы от гелионов Рафа в этом сражении он должен победить. Хотя, надо сказать, что Раф тоже какие-то хп на гелионах теряет. Террен отступает за счет бомбочек риперов. И дальше риперы пытаются эвакуироваться на хайграунд. Раф продолжает их преследование. Здесь появляется еще один рипер, но там новые гелионы у Рафа, поэтому... Вроде как нормально должен отбиваться дома Раф. Здесь риперы просто улетают домой на хайграунд, но и там за стенкой. Еще при поддержке циклона, понятное дело, можно нормально отбиться. Поэтому... Поэтому у Петти Мака вроде бы все неплохо, но Раф еще готовит дроп гелиона в интересное решение. Дома у Рафа фактически ничего нет. Все гелионы, которые у него выезжают, сразу едут в атаку. И, видимо, он попытается дропнуть гелиона в красному терну на мейн. Тут два рипера и циклона. Они сильнее, чем четыре гелиона. Но сильнее ли они, чем пять гелионов? Это вопрос. Здесь, кстати, риперы оказываются на мейне Рафа. Это проблема. Раф начинает терять рабочих в минеральной линии. У него абсолютно нет дома юнита. Он выводит рабочих сам. А здесь палится в итоге на командном центре. Причем на третьем командном центре, который закладывал Петти Мак. Палятся гелионы Рафа. Да, но тут за счет циклона, опять-таки, должен убиваться красный терн. Циклон, правда, начинает подмигривать раф для того, чтобы циклон не убивал гелионов. И неплохо получается. В итоге очень много рабочих сейчас теряет и красный терн, и синий терн. Пока 10 на 17. Да, надо просто циклоном, наверное, фокусить на медивак. По-другому никак. А здесь что? Что? Что происходит? Петти Мак просто по рафовским канонам перелетел бараками на мейн к сопернику. И там поставил технические лаборатории. Градус сумасшествия в этой игре начинает расти. Красный терн остается с пятью рабочими. Но с двумя командными центрами. Третий командный центр он отменяет. Также две орбитальных станции есть у Рафа. Однако у Рафа на мейне просто производятся сейчас мародеры. А против этих мародеров у Рафа ничего нет. Петти Мак играет как Раф. Специально для нашего ролика, ребята. Специально для этого видео. Шутка. Петти Мак, естественно. И знать не мог, что потом его на ютубе посмотрят несколько сотен тысяч человек. Что делать? Раф заказывает какого-то викинга. Там в идеале бы до Баньши потом дожить. Не знаю. А, стоп, стоп, стоп. Нужен викинг, чтобы убить Баньшу. А потом уже будем с мародерами разбираться. Согласен. Если не построить викинга, то что делать вообще дальше в игре? В принципе, здесь подъехали еще два Гелиона. Раф их передропал. Раф просто уничтожает всю минеральную линию Петти Мака. Просто за счет этих дропов Гелионов. За счет Гелионов, которые сожгли все. Но у самого Рафа дома проблем не меньше. Здесь Баньша в невидимости. Она уходит из-под скана. И Раф взлетает от орбитальной станции. Но тут реально главная проблема в мародерах. Что с мародерами делать вообще непонятно. Рафу Баньша нужна. Да, да, да. Раф заказывает свою Баньшу. Но проблема в том, что она не достроится. Да, если мародеры просто зафокусат Старпорт, никакой Баньши не будет. Здесь Раф сплэшем пытается побыстрее сжечь три здания. Но потом вспоминает, что это еще экономика на натурале. Да. И он тоже забирает. Тут вновь подлетела Баньша. Пытается спасти эту Баньшу. Петти Мак. Но нет. Баньша уничтожена. Но с другой стороны уже пять мародеров у Петти Мак. И он просто выбивает производящие мощности Рафа. Старпорт уничтожен. Мародеры спускаются вниз. Знает Петти Мак, что там мины. Видит их. И бросает скан. Все-таки одна мина взрывается. Но вторую мину Петти Мак успел ликвидировать. И все. У Рафа... Ну что? Да, да. Хорошо, хорошо. Есть медивак с четырьмя гиллионами. Есть викинг. Но четыре мародера это намного жестче, ребят. Четыре мародера это куда более жестко. Раф едет в прокси ставить Старпорт. Так, так, так. Страсти в игре накаляются. 13 лимита на 11. Здесь снова успел немного добывать Петти Мак. Но нашел эту добычу Раф. Такой же четкий прям мапхакерский контроль карты. Грамотно Петти Мак начинает охоту на Саплай. Достраивает здесь морпехов. Кстати, тоже почему нет. Если не хватает газа на мародеров, но удалось немного подобывать, то можно и морпехов построить. Лишними не будут абсолютно точно. И Петти Мак идет просто защищать свою добычу. Ну, абсолютно логично. Если добычи не будет у Рафа и будет добыча у Петти Мака, производящей мощности у красного терна есть, он может продолжать клепать морпехов. В принципе, у него прям дела будут идти превосходно. Раф, опа. Две технических лаборатории делает одну на Фэкторе, другую на Старпорте. Приземлились обе орбиталки, брошены мулы. Сейчас еще на одного мула будет мана у Петти Мака, и он продолжит добычу. Соответственно, здесь продолжится продакшн. У Рафа есть лимит чисто за счет того, что у него две орбитальных станции есть. Но орбитальные станции сесть не могут, в этом главная проблема Рафа. Здесь четыре гелиона. Раф подъезжает этими гелионами. И что? И он просто пытается именно морпехов сжечь! Понимаете? Он суицидит этих гелионов для того, чтобы просто сжечь морпехов, потому что дальше у него будет баньша. Если у соперника будет слишком мало морпехов, то баньша может игру закончить. Здесь всего два морпеха. Еще сколько там, может быть, успеет построить Петти Мак? Петти Мак, кстати, взлетел своими бараками. Он сейчас пытается просто себе полноценный мейн тут построить, но сюда как раз-таки прилетает баньша. Петти Мак реагирует заказом мины. Прежде всего, газ забирает у соперника Раф очень грамотно. Он не боится каких-то морпехов, он боится именно газовых юнитов. Газовых юнитов теперь, вероятно, у Петти Мака не будет. Петти Маку нужно бараками садиться. А что ему еще делать? На Викинга не собрал газ Петти Мак. Раф первым делом... А-а-а! Раф не только морпехов, он еще рабочих здесь. Он и себе отфокусил. И, соответственно, добывал газ только один рабочий. Потом баньша прилетела, добила рабочего. Петти Мак не додобыл газ на Викинга. А здесь другая орбитальная станция. У Петти Мака просто физически нет возможности где-то добывать газ. Петти Мак тут пытается обмануть соперника. Он возвращается от орбитальной станции и попытается построить рабочих для того, чтобы добыть еще немного газа и построить хотя бы одного Викинга. В этом, скорее всего, его план. Здесь что происходит? Здесь Петти Мак возвращается на пристройку. Раф успел построить свою пару морпехов. Здесь Викинг гоняет орбитальную станцию. Да, 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 да. Пытается как можно быстрее получить еще немного газа. Петти Мак. Ему нужен свой Викинг. Ему обязательно нужен свой Викинг. Этой орбитальной станции можно бросать немного. Мулов, Раф. Приехал сюда рабочему. Видел, что соперник добывает. Что с этой орбитальной станции? Ее будет отдавать Красный Террен или что? Вполне вероятно, он ее отдаст. Но было бы здорово хотя бы Мулов бросить напоследок. Когда просто до последнего пытается потаскать немного газа Петти Мак. Ну и сколько-то газа он действительно вытащил. У Рафа добыча пошла. Петти Мак вообще знает об этом или нет. Это очень опасно для него. У него есть 4 морпеха. Петти Мак сам начинает строить юнитов. Раф украл техническую лабораторию Петти Мака. Для того, чтобы построить мародера. Который в этой ситуации будет очень большим помощником против морпехов. Морпехи с трудом пробивают мародера под медиваком. Раф реально украл тех лабу. У соперника, да, больше газа на мародеров нет. Но один мародер это уже очень круто. Это украденная тех лаба тоже поможет. Тем временем Петти Мак построил викинга. Он объявляет сезон охоты на баньшей соперника. У этого викинга на 2 хп меньше. Не, стоп. На 12 хп меньше у викинга Петти Мака. И еще подошли морпехи. Они не баньшу хотят убить. Они хотят именно викинга еще хотя бы чуть-чуть причесать. Минимально улетает баньша. И вот пошло сражение. Морпехи, да, просто вваливают по этому викингу и по баньше. Кто кого здесь перемикрит. Раф. Раф как-то вымигрил этого викинга. Что? Его викинг выживает на 21 хп. И Петти Мак покидает игру. Он проиграл эту дуэль викингов. Потому что, видимо, морпехи через чур долго стреляли по баньше, пока викинг Рафа стрелял по викингу Петти Мака. И эту игру Раф тоже вытащил. Смею надеяться, вы готовы к самому сладенькому. К десерту. На карте Романтицид. Сайшторм Гейминг Раф слева сверху. Справа внизу. Ох ты, как сложно. Ладно, я справлюсь. Сейчас, 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 сейчас. Так. Прокачиваем скилл чтения никнеймов на максимум. Значит, сначала клантек. Би-и-эн-си-и-два раза эйч. Сложно. Давайте сделаем вид, что там всего одна эйч. И прочитаем его как бенч. Как будто скамейка и одна лишняя эйч в конце. Это не страшно. Так, дальше. Твелл, да, двенадцать. И гауг. Или гауг. Или гаудж. Или гаудж. Или гаудж. Да, это сложно. Ну, давайте попробуем, раз уж мы... Да, раз уж мы все-таки читаем твелл, то, наверное, твелл гаудж. Да. Окей, 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 окей. So, in the bottom right, we have a red protos bench twelf-гоуч. Да, мне кажется, я справился. Если его никнейм читается не так, сори, я вообще ни в чем не виноват. Тем более, что... Реально, сейчас бы правильно читать никнеймы протасов, которые вот такие билды играют. Ну, что? Прокси-гейтвей Прокси-старгейт Прокси больше нет Потому что это Зилот, который проверяет прокси от Рафа А ты умён А ты хитёр боишься, да, какой-то факты Которая перелетит к тебе на мейн и сделает Тора Правильно делаешь Но тут ещё пробка разведала и увидела Что у Рафа на мейне Был барак на технической лаборатории Появился мародёр Дальше строится циклон И при этом второй командный центр уже на середине Раф тоже парень не промах И рыбку съесть И во второй командный центр выйти И, значит, мародёра с циклоном Получить и антиземля И антивоздух, прям билдыду во всё Называется Прокси идёт не во всё Не только лишь во всё Как сказал бы Один известный украинский политик Он идёт В Уидреев, в самое полезное, в самое важное Рафу нужна была небольшая пауза Но игроки справились со всеми техническими трудностями И сейчас у Рафа начинаются не технические трудности Адепт телепортируется Получает сразу в себя зацеп циклона И заодно урон от мародёра Командный центр достраивается Зилоты начинают просто лупить бункер Один зилот идёт лупить циклона Да, второй зилот тоже побежал лупить циклона Видимо, для того, чтобы циклон не мог вцепиться в Уидрея Это неплохой вариант Да, пока циклон цепляется в зилота Никто вообще не бьёт Уидрея Потому что в бункере сидит мародёр А мародёр по воздуху Капитан Очевидность не стреляет Другое дело, что Тут Уидрею дальше оставаться Скорее всего противопоказано Уидреем аккуратно маневрирует 12-годж И Спасает его Делается ещё один Уидрея Дальше фениксы, кстати Это интересный вариант для противодействия циклонам Прям очень интересный Заказывается апгрейд на урон Циклоном Апгрейд на урон как раз по всяким арморде юнитам Вроде бы Уидреев Но по фениксам это работать не будет Ну, при этом протас не улыни Да, он переходит уже во вторую базу Раф сейчас впереди экономически Тут пока ему никакой камбэка близко не нужен Делаются ещё фениксы Тут очень интересно будет, как дальше своими войсками распорядится раф Потому что, если он, например, пойдёт вперёд То он рискует попасть в лапы этого протаса Просто, да, вот так, вот, вот так Всё сейчас может произойти Очень неприятно для рафа Поднимается один циклон Сразу минус циклон Если бы успел поднять второго Точно так же был бы минус второй И никакие морпехи бы его спасти не успели Морпехи тут Ну как, если их будет много Они, конечно, повлияют на что-то Но против них будет какая-то земля Вот в Годжа Продолжает заказывать циклонов Вы морпеха в раф То, что он сейчас играет, выглядит как попытка дальше контратаковать Да, какую-то тайминговую атаку провести Ну вот мне кажется, что это совершенно не обязательно проканает Продолжает напрягать соперника именно протас Посмотрите, он прям рвётся в бой Безостановочно варпает со своих двух гейтов Да, у него же два варп гейта Да, заказывает фениксов Безостановочно фениксов Уже больше, чем циклонов Там сейчас три циклона На вот-вот появятся пять фениксов Это довольно серьёзно То есть циклоны в реальном сражении Особо профита не принесут Армори делается Пока непонятно для чего Ну, в принципе, ситуация хороша для рафа тем, что он не обязан идти вперёд Но видите, у него куча рабочих, например, не добывает И из-за этого инком в пользу протаса Из-за того, что раф вынужден держать рабочих у бункера Он правильно делает Потому что если он этого не будет делать То бункер просто будет уничтожен Естественно, фениксу первым делом подняли воздух циклонов И циклоны вообще никакого урона по воидреям не наносят В принципе, никто никакого урона по воидреям не наносит Но! Бункер! Бункер! Выстоял под всем этим ДПСом воидреев Просто жесть В итоге одного циклона только удалось забрать Протас разбился об оборону рафа Раф потерял лишь одного циклона И сколько-то морпехов, сколько-то рабочих Это всё не страшно Протас не пробил Дальше у рафа внезапно два старпорта масс-викинги Это действительно неплохой вариант против масс воидрея фениксов протаса Но, откровенно говоря, всё равно будет сложно выиграть воздушную войну Хотя там, если ещё и плюс один на атаку доделается То действительно викингами можно попробовать Как-то повоевать Ну, проблема глобальна в том, что циклоны не помощники Циклоны будут заняты землёй или будут подняты в воздух А в целом тут сколько сейчас? Шесть фениксов, три воидрея На четыре викинга, которых сейчас протас палит Не знаю, всё равно не самое приятное соотношение И раф всё понимает, он второй бункер ставит На случай, если воидрея всё-таки удастся сжечь первый На мой взгляд, абсолютно правильное решение Раф бросает скан Хочет посмотреть, как дела у протаса со второй базой У протаса Всё шикарно со второй базой Она полностью раскачана абсолютно Раф ещё... Ох, какой апгрейд делает Знаете, что это за апгрейд, ребят? Это апгрейд на скорость трансформации юнитов В том числе викингов На скорость смены их режима С воздушного на наземный И наоборот Также этот апгрейд работает на хелбатов, на торов На юнитов, которые переключают режим На ситштанке не работает, например А на хелбатов, на торы, на викингов работает И это может быть весьма занимательно Занимательно Опа, и ещё либераторы заказаны Тут вообще, вообще два стерпорта на реакторах И либераторов с этих двух стерпортов заказывает Раф Раф очень серьёзно нацелился на победу в воздухе Знаете что? Сейчас он уже может победить по воздуху Прям без шуток может И единственное, что вот так циклонами подставляться не стоит Хотя, хотя может быть Раф уже готов к драке Ну, не знаю, не уверен, что оно того прям стоит Тут оба игрока очень осторожно действуют У Протаса уже третий Нексус Он газы на третьем Нексусе ставит У Протаса там вообще полный порядок Он отступает, да Он решил, что в принципе добился чего хотел Там у Рафа какая-то стрёмная армия Но при этом Раф сидит на двух базах У Протаса будет быстрее третья Поэтому он спокойно относится к идее отступить Раф, кстати, предполагает, что соперник не отступил Ему, наверное, кажется, что всё ещё где-то здесь Здесь находится армия Протаса, где он её видел последний раз И он, видите, он специально прошёл Мариком На одном ХП, между прочим И убедился, что слева внизу у Протаса ничего нет Циклоны поехали куда-то в эту сторону Знаете, для чего? Для того, чтобы потом прокраситься и заснайпить Нексус Вот только в чём ошибка Рафа О, Раф видит, что куда-то идёт войско Протаса И Рафу, видимо, кажется, что войско Протаса пошло в атаку И мне кажется, он и близко даже не мог подумать Что у соперника уже третий Нексус Он едет снайпить второй Нексус этими циклонами И мгновенно лишается всех этих циклонов в одночасье Видите? Зато Раф увидел полный состав воздушной армии соперника И он идёт вперёд Вы когда-то видели такой состав армии против Протаса? Там-та-та-дам, там-та-та-дам, там Давайте Давайте просто насладимся Что это сейчас будет Викинги и либераторы врываются И либераторы с диким сплэшем Как вообще жарят Раф ещё подконтролил Либераторы просто весь воздух разнесли И остались целёхонькие викинги Которые здесь могут вытворить всё, что угодно Красивый рекол Частичный от 12-го Джана Мэйн Чтобы часть юнитов всё равно осталась на третий Часть была на мейне Викинги пытались фокуснуть кибернетку Не хватило ДПС А тут тоже есть иммортал Сюда тоже не сесть Но Раф просто летает викингами по карте А здесь он отключил Старгейт Поэтому каких-то фениксов сейчас уже не построить Воздух быстро не перейти Фокусит именно сталкеров Раф своими викингами И за счёт этого апгрейда на Ваньке в Станьке Он очень быстро взлетает и меняет режим В это время Раф переходит на третью базу Ставит здесь планетарную крепость Ну Вообще Если честно Это всё выглядело невероятно эффектно Но По итогу это Вообще Ничего не дал Рафу Потому что у протаса как были Три полностью раскачанные базы Так и остались Никуда не делись Двойные апгрейды делаются Есть очень много имморталов Четыре иммортала Которые разнесут этих викингов Так что Продолжение ставки на воздух Пока выглядит непонятно Но у Рафа уже плюс два на атаку воздуху Знаете в чём прикол Плюс два на атаку либераторам Они начинают убивать сталкеров С двух выстрелов вместо трёх Это между прочим Весьма интересно Здесь тем временем Ещё Дарки приходят Дарк кстати на одном хп выживает Раф вынужден тут ставить туретки кругом Дарки ещё могут так Дополнительно развлечь Рафа Но этот Дарк просто убеждается Что у Рафа не будет ещё одной базы Продолжение ставит четвёртый Нексус Викинги кстати могут сесть И легчайше его забрать Но возможно они заняты Чем-то более интересным А что собирается предпринимать Раф Он летит дальше Продолжение протос Естественно делает даварп На третью базу А Раф Вот так вот залетает на мейн Что? Залетает на мейн Раскладывается либераторами Не даёт подойти там каким-то сталкерам Викинги сели Фокуснули Быстренько Иммортала Скан минус Дарк Сюда подходят ещё имморталы Но они вынуждены проходить Под либераторами Они теряют на этом щиты Кучу хп Викинги в итоге Расстреливают этих имов Сталкерам нужен блинк А у сталкеров блинка нет Чё будем делать? И рекола тут тоже нет Чё будем делать? Сейчас просто кибернетка Может быть потеряна Какой ДПС у викингов По зданиям? Просто ужас Ещё один Дарк варпнут Ещё сталкеры Появились А либератор Из двух выстрелов Сталкеров разносят Посмотрите Какой кошмар Перераскладывается Раф Перераскладывается Ещё так Чтоб до минеральной линии Достать И здесь до минеральной линии Достать И сталкер ещё Тут Огрёб от викинга Дополнительно Что происходит Ну это было неплохо У Рафа 80 лимита На 99 Ну ладно Он всё равно позади А чё у него по юнитам? У него один мародёр И семь морпехов на карте Он не строил больше викингов Что? Раф делает внезапный переход В пехоту А тут то Флитбикон И прото Собирается Переходить В керриера В батонов Он собирается Переходить И против Батонов Раф Внезапно Делает Массовый переход В пехоту Как викинги С плюс два Вообще Аннигилируют Сталкеры Там с единичкой Армора Но на счеты Никакого армора нет Что это за хора с викингами Вы смотрите, что происходит Викинги очень жестко тут настреляли Викинги реально сталкеров расстреливают Иммортал бедняга выстрелить не может Из-за этого еще пару сталкеров потерял 12 Годж В это время Протас еще адептами немного похарасил Пока тут тоже викинги не сели и не навели порядок Так, ну это очень интересно Да, Раф внезапно использует эти стропорты для медиваков Он, правда, все равно ставит фьюжн-кор Вполне возможно для батлкрузеров Для дальнейшего перехода в батлов Но он реально строит сейчас массовую пехоту Переход в пехоту, когда Протас идет в керриеров И Протас же об этом не знает Протас... Ну вот сейчас он может увидеть Да, всю эту мощную пехотную армию Это, наверное, стоит как-то отреагировать Помимо просто того, чтобы бустить новых керриеров Чисто на сталкерах и керриерах можно и проиграть пехоте Дарки идут на очередной раунд Хараса У Рафа внезапно куча лимита За счет того, что он забивает его пехотой и либераторами Хм... Связка пехоты и либераторов Как же быстро будут разлетаться интерсепторы Тут снова Харас с викингами Что они вообще вытворяют? Они игнорируют хил батарейки, что ли, ребят? Нужно, пожалуйста, выпустить патч, в котором викинги перестанут издеваться над юнитами Протаса Че это вообще такое? Еще сталкер разобрал напоследок Харас с викингами от Рафа Харас с викингами Вторую кибернетку ставит Протас Для того, чтобы двойные грейды на керриеров делать Здесь Протас не дал Рафу поставить базу На самом деле Раф... Вообще-то Раф почти не добывает, если что Да, у него сейчас типа ого-го Чуть ли не 2000 инкома Но это просто у него мулы какие-то еще работали У Рафа, ну что, нет никакого секрета Тут базы не добывает То есть у него одна полноценная локация есть Полторы, даже меньше, чем полторы базы Суммарно у Рафа Вот, видите, как выглядит соотношение инкома Но тут есть пехота с либераторами И это очень прикольная связка против Протаса Протас попытается сейчас выиграть войну Керриерами, но Проблема в том, что Тут есть либераторы И они по интерсепторам тоже бьют очень неплохо Или можно их разложить И тогда сталкеры мгновенно будут уничтожены Очень небанальная ситуация В которой на самом деле мало что понятно Протас грамотно делает двойные грейды Он уже не может куда-то особо перестроиться У него, ну да, у него особых технологий Полезных, наверное, нет То есть можно было бы сделать Шторм Или Роботикс Бэй Но это все деньги Да и не факт, что теми же дисрапторами Например, сможет нормально воспользоваться Протас Главная проблема Рафа Это экономика У него реально проблемы с добычей Это не шутка У него весь мейн уже закончился То есть 60 рабочих на карте Но из них полноценно может добывать Там чуть больше половины У Протаса, правда, тоже То есть у него Ну вот, суммарно одна база Да, тут еще какая-то четверть И тут полноценная Ну, у Протаса больше двух У Рафа пока полторы Но сейчас ситуация изменится Кстати, очень наглый варп Дарка О котором Раф ничего не знает Кстати, любопытный факт Варпывающегося Дарка можно заметить Но это прям нереально сложно Понятное дело Если у вас детекции нет О, кстати, Протас ставит робот-XB Он все-таки будет переключаться В плане технологий Тут прям нормальное количество батонов Я не знаю Когда я вижу вот такие составы армии Протаса Я начинаю уже потихоньку съезжать с пехотой То есть мне кажется, что это не особо работает Рафу кажется как будто бы по-другому Тут еще Архоны Да, ЕМП нужно Но я пока не видел Гастов на карте Делается грейд на радиус ЕМП Но Гастов нет Грейды 2-2, 2-1 2-2, 2-1 Вообще все зеркальные Протас пробивает здесь камни Не знаю, в чем прикол Возможно, это как-то ему поможет И тут Раф рвется в атаку Как же круто Эти либераторы вместе с морпехами работают И щелкают интерсепторов Посмотрите на скорость потери интерсепторов Просто минус 45 разом Все кэреры пустые Эти либераторы, мне кажется Очень хорошо поработали У них там суммарно более 10 фрагов Подлетели в Уидреи Чтобы с этими либераторами справиться И вполне вероятно, кстати, за счет Уидреев Сейчас Протас таки отобьется И за счет Дарков еще Но Раф напоследок успевает Зафокусить Нексус Просто невероятный микс Невероятный состав армии И у Протаса с его масс-батонами Реально проблемы Протас делает уже третий грейд на атаку Протаса с плюс 3 на атаку С карьерами с плюс 3 на атаку Это страшная сила Этот Нексус есть Этот Нексус Протас пытается восстановить Но тут уже и Раф пытается перейти на новую базу И у него тоже уже начинает экономика Работать на действительно высоком уровне Равные лимиты Протас добавляет колоссов Да-да-да Протас добавляет колоссов Причем колоссы, кстати, с грейдами 3-3 Там нормальные грейды на наземную армию Тоса И он попытается колоссами сжигать морпехов Чтобы те не могли забрать интерсепторов Но Раф продолжает комбинировать пехоту Именно с либераторами И это действительно очень крутая идея Потому что у либераторов плюс 2 на атаку У интерсепторов 0 на щиты и 1 на армор Поэтому либераторы очень быстро расстреливают интерсепторов Если они сами не получают урона И за счет этой комбинации реально можно победить Потому что либераторов в приоритете Ну, Протасу просто нечем фокусить То есть нет каких-то фениксов с дальностью Есть в Уидреи, но пока там много пехоты В Уидреи это тоже слабо работающие юниты Есть колоссы против морпехов Но колоссам нужно время для того, чтобы они против морпехов нормально отработали Есть архоны, да, но против них еще может зайти ЕМП Раф тут еще отправил похарасить Не Раф, а Тволфгорш отправил похарасить парочку адептов Но он отправил их на локацию, где все равно особой экономики у Рафа нет Раф теряет какое-то количество рабочих Но они тут все равно не особо добывали Мне кажется, это реально не проблема А у Протаса по-прежнему На самом деле основная такая ударная сила армии Это пять керреров Он добавляет больше Уидреев О, он даже задействовал этот Старгейт Я как-то не обратил внимания, что он работал Но это действительно так В общем, у Протаса аж 170 лимита Но я бы не сказал То есть не очень понятно, в чем этот лимит А, тут еще Либераторы, кстати, прилетели похарасить Неплохо Неплохо так Раф развлек Протаса Забрал у того честь добычи на натурале И Вуидреи из-за этого улетели куда-то в сторону Улетели как раз разбираться в этом направлении А тут-то, между прочим, идет вперед основное войско Раф Раф прям игнорирует этого дарка Сейчас бросает скан и забирает его Вуидреи не успевают присоединиться к основной армии Протаса Ой-ой-ой Тут Колоссы, тут Архоны Тут страшная сила от Протаса Но Терран просто бросается вперед пехотой За счет ЕМП очень быстро разбирает Архонов Только сейчас подошли новые Вуидреи Колоссы, все батоны разлетелись Ты на кого батоны крошишь, 12 Годж Просто пехота после диких разменов с Масс Викингами и Либераторами Заканчивает игру в пользу Рафа Ребят, если встретите этого парня на ладре Просто не крошите на него батоны Будет только хуже Для вас комментировал Alex007 Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Делитесь отзывами в комментариях До новых встреч, всем пока и удачи Услышимся Субтитры подогнали Симон